Здесь куют металл. Свой профессиональный праздник отмечают представители буквально одной из самых несгибаемых профессий. Вот уже почти 70 лет в городе Щелково работает металлургический завод. Поздравления с праздником его сотрудники принимали накануне Дня Металлурга. Мне очень приятно, что в этом зале появилось больше молодых людей. А это значит, что, уважаемые металлурги, вы передаете свою профессию молодым. А это значит, что у нас есть будущее, есть перспектива. Друзья, сегодня, для того не вашего профессионального праздника, желаю, чтобы ваш коллектив рос в крем, чтобы ваше производство развивалось. Также от имени руководителя администрации Щелковского района с праздника металлургов поздравил его заместитель Олег Марковский. Гости отметили сотрудников предприятия грамотами и благодарственными письмами. Благодарность от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации получила Елена Стенькова, представитель не простой, не женской профессии, инженер-энергетик. Она отдала работе на этом заводе 25 лет. Уверяет, все эти годы работала на совесть. На этом заводе работала больше 20 лет, еще на старом заводе мою сверху, Алексей Ильич. А я пришла уже на новый завод, на реконструированный. Просто хочется сделать так, чтобы все работало. Работаю на совесть, стараюсь. Территория завода порядка 12 гектаров. Огромный потенциал для производства. Современной непростой экономической ситуации руководство завода планирует ориентировать его в первую очередь на импортозамещение. Охотно сотрудничает с властями Щелковского района, выпуская востребованные в лагоустройстве малые формы от турн до велопарковок. Основная надежда у нас, конечно, это на импортозамещающие технологии и проекты, которые мы сейчас активно прорабатываем вместе с другими партнерами, коллегами по металлургии, машиностроению. Говорю вам огромное спасибо, коллеги. Огромное, просто человеческое спасибо за то, что вы сохраняете это, что вы это любите и что вы верите, что завод все-таки возродится. Александр Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания Щелково.